Друзья, сейчас будет небольшой видео обзор о лесном комплексе на базе трактора Беларусь-2022 трактора готовы к отгрузке клиент будет забирать технику в понедельник все трактора во льду после ледяного дождя, который был позавчера сейчас поудобнее встанем, чтобы можно было ходить вокруг трактора рассказать про мульчер да, итак, друзья, у нас уже несколько было обзоров с данным трактором но, тем не менее, Беларусь-2022, В3-1732 данная комплектация подразумевает реверсивный пост управления пониженный ряд передач 212 лошадиных сил, минская сборка, трактор октябрь 2022 года срок производства данного трактора на заводе составляет от 180 до 240 дней в комплектацию у нас входят передние груза предыдущий сюжет мы снимали небольшой по воздушному фильтру в данный момент на заводе наблюдается нехватка воздушных фильтров и корпусов соответственно, некоторые трактора не могут отгрузиться с завода по причине недостающих фильтров да, у нас позавчера прошел ледяной дождь все трактора на базе стоят во льду но, по крайней мере, заводятся так как температура минус 5 градусов всего давайте покажу внешний вид трактора со всех сторон данные трактора будут отгружаться в количестве двух штук в понедельник заказчику будут работать на расчистке давайте покажу вид внутри кабины трактора в комплектации у нас идет комплект ZIP на некоторых обзорах мы показывали, в чем он состоит значит, предусмотрено поворотное кресло в задней части трактора сделан дублирующий пост управления рулевая колонка педальный узел за короткий промежуток времени кресло у нас разворачивается в противоположную сторону рулевая колонка переставляется и оператор может работать не изгибая свою шею достаточно комфортно трактор идет с кондиционером блок управления светотехникой панель приборов у нас не менялась выглядит следующим образом по заданию заказчика была выполнена защита заднего стекла но, наверное, 90% заказчиков просят комплексную защиту данного трактора это защита кабины защита стекол защита оптики и, самое главное, защита днища защиту днища мы здесь сделали тоже защита днища выполнена она у нас состоит из нескольких секций для удобства обслуживания в дальнейшем трактора каркас кабины данный клиент не захотел делать видимо, он ему не нужен днища защищать нужно обязательно так как на данном тракторе резина стоит обычная сельскохозяйственная и она подвержена повреждению также без защиты может прилететь все, что угодно под трактор и повредить так, у нас лесотехнический мульчер от испанской компании Серат мульчер габаритный рабочая ширина у него 2 метра общая ширина 2 метра 35 сантиметров в комплектацию входит гидравлическая толкающая рама которая за счет двух гидроцилиндров наклоняет деревья в противоположную сторону от трактора тем самым вероятность того, что дерево завалится на трактор минимальная двухсторонняя трансмиссия многоуровневые салазки которые позволяют регулировать положение ротора относительно поверхности земли здесь у нас есть несколько положений регулировок переставляя их вы меняете расстояние между ротором и землей многие клиенты пытаются работать с заглублением это допускается но нужно иметь ввиду тот факт что идет повышенная нагрузка на трактор идет повышенный износ резцов и тоже это сказывается на расходе соляра поэтому если у вас средний срок службы резцов порядка там 800 моточасов да заглубляясь вы можете очень сильно уменьшить потому что в земле могут быть и камни и песок и абразив поэтому это нужно иметь ввиду при покупке вообще всех в принципе мульчеров обратите внимание на конструкцию ротора она отличается от всех присутствующих на рынке производителей она делается не из трубы эта конструкция сварная восьмигранного сечения ротор усилен диаметр порис сам 550 миллиметров внутри ротора установлены дополнительные ребра жесткости внутренней перегородки которые добавляют прочности к самому ротору и повредить его крайне сложно далее у нас из опций присутствуют вот такие вот пластины которые какое-то время будут защищать ваши подшипники если оператор не заметит ту проволоку которая намоталась на ротор то есть меньше вероятность того что подшипники будут повреждены у данного производителя достаточно прочные усиленные молотки объясню как выбирать молотки для своей работы на что обращать внимание тело молотка металлическое сам молоток это две пластины вольфрам карбидовая соответственно стоимость самого молотка она ничтожно мала самое дорогое в молотке это у нас вот этот вольфрам карбид чем он толще и больше тем больше износа стойкости и ресурс самих молотков если при выборе мульчера вы обратите внимание на эти пластины они у всех разные соответственно это очень сильно будет влиять на срок эксплуатации здесь молотки производят сам завод вот они достаточно прочные их надолго хватает как отмечают наши клиенты достаточно высокий срок эксплуатации данных молотков именно за счет того что вот количество вот этого вольфрам карбид оно достаточно большое и само тело оно просто огромное в сравнении с другими производителями на двухметровом роторе у нас находится 48 молотков меняется все это комплектами потому что если вы будете менять молотки выборочно это может привести к разбалансировке ротора и придется его балансировать у нас на заднем плане вы можете увидеть контрнажи их два ряда данные ножи позволяют разрезать материал после того как он будет разрублен молотками и они влияют на качество и размер фракции на выходе кардан карданный вал вот такая комплектация мульчера еще раз повторюсь это гидравлическая толкающая рама фиксированные молотки усиленный восьмигранный ротор система от наматывания проволоки антипровод и гидравлическая штора гидравлический капот кому как удобнее это называть данный мульчер у нас есть всегда в наличии на складе в нижнем новгороде агрегатируется с тракторами от 150 до 250 лошадиных сил диаметр размельчения заявленный по техническому паспорту завода 35 сантиметров достаточно много запущено таких машин и работают в разных регионах России есть обратная связь со стороны клиентов мы данные мульчера устанавливали на разные категории техники практически на любые иномарки тракторов ну и сейчас при отсутствии импортной техники все чаще и чаще у нас отгружаются машины на базе трактора Беларусь 2022 с данным мульчером да вот такой трактор на следующей неделе у нас будет несколько интересных проектов наконец-то доделаем наверное 15-23 с гидроманипулятором рубительной машиной покажем вам обзор ну пока на этом прощаюсь с вами всем хороших выходных спасибо что смотрите наш канал до новых эфиров пока пока